Здравствуйте, мои дорогие! Я Наталья Родомская, специалист по отношению мужчин и женщин. Сегодня мы поговорим на такую тему, что категорически нельзя говорить мужчинам. Прежде всего, нельзя первой признаваться в любви, потому что тот, кто первый признался, тот проиграл. Даже если вам очень хочется сказать мужчине, что вы его любите, дождитесь от него первого признания. Если мужчина не хочет вам говорить, либо вы ждете, ждете, этого не происходит, но у вас отношения продолжаются, ни в коем случае нельзя у него спрашивать, а ты меня любишь? А как ты меня любишь? А что я для тебя значу? Этим вопросом вы поставите себя в позицию нуждающейся в мужчине. А нуждающиеся женщины никому не нужны. Мужчине нужна та женщина, в которой будет нуждаться он сам. Я надеюсь, это понятно, да? И следующее, что нельзя говорить мужчине. Я без тебя не могу. Либо я не могу без тебя жить. Нельзя. Потому что как только вы это скажете, мужчина поймет, что все, что бы он ни делал, ему вседозволенность. Если вам очень хочется сказать, выйдите в лес, я не знаю, куда-то в поле проорите, я без тебя не могу, без тебя умру и все такое. Ну, мужчине никогда такого говорить нельзя. Нужно, чтобы мужчина первый и мужчина, чтобы сам говорил вообще вам слова. Люблю, не могу жить без тебя. И ведь мужчины охотники, и для них самое главное добиваться женщину. А если вы будете добиваться мужчину такими словами, то вы будете становиться в позицию мужчины, а мужчина будет занимать позицию женщины, то есть от вас убегать. Понятно? Подписывайтесь на мой канал, становитесь моими клиентами. А с вами была ваша Наташа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова